Итак, друзья, всем привет! Сегодня по многочисленным просьбам будем записывать видео о том, как настроить загрузочную анимацию на разных магнитолах. То есть на всех магнитолах, которые у нас представлены, которые были в обзорах, мы сейчас будем устанавливать загрузочную анимацию. Эту просьбу зрители писали уже давно. Но руки все не доходили, не доходили. И вот в итоге сегодня все-таки мы это видео сделаем. Сегодня поговорим о том, как на разных магнитолах эту бут-анимацию устанавливать. Называется она бут-анимация, то есть загрузочная анимация в переводе. Так вот, поговорим о том, как эту бут-анимацию устанавливать. Также поговорим, почему она может не работать, какие условия на некоторых магнитолах нужно соблюдать, чтобы обязательно анимация установилась, потому что десятки людей обращаются с таким вопросом. Шерстят разные формы, но не у всех все получается. Итак, сегодня я покажу, как сделать так, чтобы получилось. И пойдем мы с вами от сложного к простому. То есть возьмем магнитолы, на которых бут-анимацию установить сложнее, на которых требуется больше потрудиться, чтобы эту анимацию установить. И перейдем к самым простым. Также я скину две своих бут-анимации, чтобы вы смогли ими пользоваться. В общем, чего кота тянуть. Давайте продолжим. Так, вот у нас на столе магнитола Android серии Premium. То же самое будет относиться и к серии Plus на платформе Fit. Вот, для начала давайте посмотрим, какой у нас сейчас на этой магнитоле установлен логотип и какая установлена анимация. Для этого мы выполним перезапуск, перезагрузку и посмотрим, что тут у нас вообще установлено. Тут я сразу скажу уже, логотип и бут-анимация заменены, но мы будем их менять еще раз. Не логотип в смысле, а только бут-анимацию. Если кого-то интересует настройка логотипов, то на канале есть отдельное видео, как заменить логотип. Тоже на разных устройствах, какие для этого условия нужны. Тут сейчас на данный момент установлена вот такая загрузочная анимация. А мы сейчас будем устанавливать свою. Так, заходим в наши файлы, заходим в USB. Смотрим. Вот тут у меня есть файл, который называется вот так. Вот этот файл уже оптимизирован под разрешение 1280x720. То есть для этого дисплея он уже будет работать. Я скину вам ссылку на две бут-анимации, одну на разрешение 1024x600 и одну анимацию 1280x720. Когда вы подбираете бут-анимацию для своего дисплея, вы должны рассчитывать именно, какой будет у вас размер дисплея. Иначе анимация станет крива, будет расплывчатая и так далее. Может вообще поперек вот так встать. Бывают дисплеи горизонтально нормально расположены, а бывает наоборот портретная ориентация. То есть вы смотрите на него так, а он как будто вы просто понимаете смартфон, который перевернули и зафиксировали вот такую вот портретную ориентацию. Альбомную, то есть. То есть это уже заложено в прошивке. И в таком случае, если у вас портретная ориентация, просто с перевернутым экраном, вам нужна будет наоборот бут-анимация 720 на 1280. Наоборот. Но суть сейчас не в этом. Я не буду рассказывать, как делать бут-анимацию. Для этого есть различные форумы, где вы можете эти бут-анимации скачать. Даже на форуме FAPUDA есть ветка, где вы можете себе заказать бут-анимацию, чтобы вам ее сделали под ваши хотелки, под ваш дисплей. Я вам дам две рабочие бут-анимации с двумя разрешениями основными. Научу, как их ставить. Где брать эти бут-анимации, вы уже смотрите в интернете. В этой ситуации, здесь наша полномочия окончена. То есть, кто что себе установит, это уже зависит именно от вас. Если вы научитесь сами делать бут-анимации, то, пожалуйста, делайте. Я покажу, как ими пользоваться. Значит, во-первых, для того, чтобы она работала, нужно его переименовать. То есть, когда вы скачиваете бут-анимацию, вы можете скачать с любым названием. Тут может быть написано Honda, Toyota и так далее. Вот здесь, именно на платформе FIT, для того, чтобы бут-анимация сработала, ее можно было перепрошить, вам нужно этот файл переименовать. То есть, нужно убрать все лишние буковки, циферки, оставить только слово bootanimation.zip. Тогда она успешно прошьется. Дальше. На платформе FIT, серия плюс, серия премиум, неважно на какой, нам понадобится делать из этой флешки загрузочную флешку. Для этого нам нужны вот эти два файла. Запоминайте вот эти вот названия. Я эти файлы тоже обязательно скину в описании. Значит, мы их копируем, вставляем в корень флешки, и теперь наша флешка становится загрузочной. То есть, обязательные условия для прошивки в бут-анимации, наличие вот этого файла с правильным названием и наличие вот этих двух файлов. Они для разных версий, но чтобы не ошибиться, какая версия у вас, берете, скачиваете оба, помещаете на флешку и не ошибетесь. Остальные папки, они нам не мешают, они никак на процесс этот не повлияют. То есть, главное, чтобы была бут-анимация сама, которую вы хотите прошить, и два вот этих файла. Дальше, после того, как флешка стала загрузочной, мы ее, значит, выдергиваем и вставляем. Вот, обнаружено новое устройство, и сейчас пойдет процесс распознавания. Все, запускаем процесс прошивки, смотрим. Если вы на канале в первый раз и хотите узнать, как, допустим, поменять вот этот вот логотип загрузочный, то в таком случае вам нужно посмотреть видео именно по установке логотипов. Это отдельное видео, там показано, как установить логотип. Итак, вот мы видим, тут появилась надпись обновление загрузочной анимации. ОК. И вот здесь зеленая надпись, что обновление успешно, можно перезагружать устройство. Мы его перезагружаем и смотрим, что получилось. Вот у нас логотип, и после логотипа пойдет анимация. Вот эта анимация у нас 1280 на 720. К сожалению, до конца ее посмотреть не получится, потому что магнитола загружается очень быстро. И после обновления сразу же вытаскиваете флешку. Нужно убрать с нее вот эти вот два файла. Иначе магнитола так и будет с этой флешкой перезапускаться в обновлении. Видите, как происходит? Поэтому флешку мы достаем и на компьютере уже эти оба файла переместим. Значит, саму анимацию и эти файлы я вам скину в описании. Все будет подписано. Все в этом сможете найти. А мы сейчас переходим к следующей магнитоле. Итак, следующая магнитола у нас бюджетная. Сейчас вот в настройки зайдем. Это вот такая вот магнитола. Она процессор 8227, четырехъядерная, 10.003. Значит, здесь у нас тоже установка будто анимация не из простых. Нужна будет загрузочная флешка. Вот мы берем эту же самую флешку. Делаем отмену. Сейчас я вам покажу, что тут самое важное. Находим в файловый менеджер, в проводник. Значит, тут нам нужна папка вот эта вот auto-update. Это папка, которая делает обновление магнитолы, прошивку. То есть, если вы ни разу с прошивкой не сталкивались, посмотрите одно из видео, такое, например, как отсутствует пункт логотип в бюджетной магнитоле. Там показано, как делать эту папку. Я не буду сейчас давать ссылку на папку с обновлениями. У нас есть два видео, как минимум. Одно из них, это разоблачение под афо. Там есть файл с прошивкой. И второе видео, которое я сказал про обновление для логотипа. Если вы скачиваете большую прошивку, вот допустим, сейчас я вам покажу, где она здесь. Там будет много-много вот таких вот файлов. Они вам все не нужны. Я сейчас покажу. Вы можете лишние файлы удалить. Оставим мы тут вот этот файл, вот этот файл мы удаляем, вот этот удаляем, вот этот, вот этот. И вот эту папку UI мы тоже оставляем. Значит, все лишние файлы удаляем из прошивки. Это можно делать на компьютере. Я просто уже на магнитоле делаю, чтобы показать непринципиально важно, где вы будете эти файлы составлять. И вот здесь вот в папке UI вам нужно поместить сюда точно так же файл с бут-анимацией. То есть, обязательное условие для прошивки бюджетной магнитолы вот этой вот jack1003. Это папка с названием auto-update. В ней должна быть хотя бы одна папка mcu для запуска прошивки. И папка с названием UI, в которой будет файл с бут-анимацией. То есть, он уже должен быть не в корне флешки. мы сейчас из корня флешки возьмем вот это копируем переводим сюда сюда и делаем вставить. Я вставляю именно файл, который я вставляю именно файл, который мы использовали в прошлый раз. То есть, тут на бюджетной магнитоле точно так же разрешение 1280 на 720. Это у нас поставщик сейчас делает обновление. На всех бюджетных магнитолах будет стоять дисплей IPS. И если это 9 и 10 дюймов, то там будет дисплей IPS с разрешением 1280 на 720. Обычно на бюджетных магнитолах ставится дисплей TN с разрешением 1024 на 600. Неважно 9 или 10 дюймов. Кто покупал там с Алиэкспресса может легко это подтвердить, что на бюджетных магнитолах в основном стоит неважно 9 или 10 дюймов дисплей 1024 на 600. Нормальные производители уже сейчас ставят IPS на 1280 на 720. Не суть. Дело в том, что разрешение от прошлой магнитолы сюда подходит. Мы сейчас этот файл скопировали вот в эту папку auto-update. И после того, как у нас загружочная флешка готова, мы ее точно так же втыкаем и разрешаем обновиться. Подтвердить. Лишние папки мы удаляли для того, чтобы процесс обновления прошел быстро. сейчас он у нас обновится и посмотрим как у нас тут заменится бут-анимация. Так, это загрузочный логотип. Кнопки мигают, еще обновление не закончилось. Но бут-анимация уже остановилась. И вот она, точно такая же, как на прошлой магнитоле. Девушка моет нам экран. фокусировка пропала. Все, у нас обновление закончено, по-молчанию установлена у нас вот такая бут-анимация. Смотрите, если у вас дисплей 1024 на 600, то скачивайте себе бут-анимацию точно такую же на 1024 на 600. Все тут точно так же с помощью загрузочной флешки. Правила основные я вам показал. Еще раз на всякий случай напомню, что главное условие для прошивки такой магнитолы это папка с названием автоапдейт. В ней должна быть хотя бы одна папка. Но быстро прошивается МЦУ. Вот я оставляю МЦУ. И в папку УИП помещаем файл с названием bootanimation.zip. Будет дорогое название, она точно так же не прошьет. Как и в прошлом случае. Теперь переходим к следующей магнитоле. Так, а это у нас уже магнитола серии Topway серия Plus на процессоре 9863. Берем также нашу флешку. Включаем ее. Итак, для начала заходим в проводник. Переходим в нашу флешку. Ищем папку где у нас bootanimation. берем вот это 1280x720. Выделяем. Нажимаем копировать. Нажимаем сюда на память. И вставить в корень памяти устройства. Дальше. Заходим на главный экран. Приложение. Загрузочная анимация. Далее. Открываем вот эту вот шторку верхнюю. Вызываем. Нажимаем вот эту кнопку меню. импорт из внешнего хранилища. Здесь нужно ввести пароль. Пароль вводим. Top way. Смотрите. Правильно. Чтоб это тоже с большой буквы было. Нажимаем ок. Вот он появился наш файл с bootanimation. Выбираем его. Нажимаем ок. Так. Давайте теперь попробуем нажмем перезагрузку. Подтвердить перезапуск. Логотип появился. И вот она наша загрузочная анимация. ВОЛЯ! Так. Ну и вот у нас еще одна магнитола в которой установить анимацию проще всех. Это у нас магнитола серии Medium. Подобный интерфейс по установке анимации у нас есть на устройствах бюджетных. Здесь устройство серии Medium. Значит разрешение экрана тут у нас точно такое же. На них установить анимацию логотип проще всего. Нужно перейти сюда на настройки логотипа. Здесь сверху можно выбрать логотип, а внизу можно выбрать анимацию. Вот этот выбор анимации из корня устройства, этот выбор анимации из диска. Для начала мы также заходим. Что не обязательно делать, можно сразу с флешки устанавливать. Заходим в проводник берем к примеру наш вот этот webfile который мы устанавливали копируем его вот сюда в общий накопитель вставляем все вот он у нас появился здесь дальше заходим в настройки вот он вот это мы будем выбирать из корня устройства а если зайдем сюда то мы будем выбирать из флешки вот и все вот берем выбираем значит с нашего устройства нажимаем ок здесь предлагает предварительный просмотр анимации просмотреть или нет делайте нет потому что он при просмотре обычно может вылететь делаем нет тут появляется надпись установка и появилась надпись анимация установлена какие тут есть обязательные условия что на бюджетных магнитолах что на магнитолах серии medium обязательно файл размер файла бутанимации не должен превышать 10 мегабайт но зато здесь не обязательно файл переименовывать если у вас файл начинается на слово бутанимашин и кончается на zip то есть это формат архива zip там может быть бутанимашин хондо бутанимашин еще что-то любое название но главное чтобы оно начиналось бы на бутанимаше и то есть можно 10 разных анимаций сюда скачать и выбирать уже по порядку по очереди то есть их не обязательно здесь переименовывать это один из плюсов если у вас файл будет превышать 10 мегабайт то тут появится надпись то размер файла не должен быть больше 10 мегабайт на бюджетной магнитоле jack тоже нежелательно ставить файл больше 10 мегабайт потому что он может не воспроизводиться так сейчас давайте перезагрузим нашу магнитолку и посмотрим как у нас установилась анимация тут что хочу сказать если у вас не получается установить анимацию что-то проходит неправильно появляются какие-то квадратики изображение кривое то скорее всего вы выбрали анимацию не под свое разрешение либо скорость анимации у вас в файле прописана неправильно здесь у всех файлов анимации я выбрал небольшую скорость если вы на FOPDA зайдете вы можете посмотреть как менять скорость кадров как менять ориентацию и так далее это все там есть я вас этому обучать не буду и обращаться с вопросом помощи помогите установить помогите сделать и так далее ко мне тоже не надо я не занимаюсь обслуживанием как бы именно по созданию бут анимации я вам показал способы как ее установить скину для примера два файла которые я пользовался вот эти которые сейчас установлены которые вы видели анимацию ее скину скину файлы которые нужны для установки для платформы фид и все как бы на этом наши полномочия оканчиваются в этой ситуации мы просто наша это самое мы уже здесь наши полномочия все если вам нужна какая-то анимация под свою машину или еще под что-то пожалуйста ищите на форумах к примеру вот я как я уже говорил на фопы да заказывайте спрашивайте узнавайте изготовление бут анимации это не моя обязанность вы спрашивали как установить я сказал как установить вы спросили почему не можете установить я вам ответил почему не можете установить либо разрешение не то либо размер файла не подходит слишком большой либо скорость воспроизведения не подходит под вашу магнитолу все тут основных причин проблем быть не может я то просто сделал файлы оптимизированные они сделаны под бюджетные магнитолы то есть соответственно на магнитолах старшего класса они тем более запустятся с ними проблем не будет на этом все видео получилось небольшое все магнитолы я вам показал одна из магнитол была сделана в записи потому что это видео планировал уже давно сделать руки не доходили то одно то другое в итоге вот все четыре все четыре устройства которые нужны были я собрал в одну запись и решил вот вам показать еще одна просьба если вы считаете что это видео может быть полезно другим пользователям нажмите пожалуйста кнопку поделиться можете отправить это видео самому себе не обязательно кому-то его отсылать просто для ютуба это будет большой плюс если моим видео кто-то делится то он считает его полезным и начинает больше показывать людям я вам за это буду благодарен ну и соответственно другим людям вы тоже поможете поэтому прошу нажать кнопку поделиться поставить лайк по возможности всем спасибо ждите новых выпусков впереди еще много интересного всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok